Дорогая Саша, поздравляю тебя с Новым годом и желаю тебе здоровья и счастья. Так начала свое письмо к сестре, графине Толстой, Екатерина Тургенева. На дворе стоял январь 1877 года. И Самара еще не отдохнула от новогодних праздников, продолжала разглядывать подарки и переживать радостные настроения. И мы с вами сегодня тоже вернемся почти на полтора века назад и расскажем о том, как встречали новогодние праздники наши прапрабабушки и прапрадедушки. Скрепнет снег, сердца займутся. Снова полная луна. За воротами смеются. Дальше улица темна. Итак, я начну с сочельника. День прошел, как всегда, а вечером у нас была всеночная. Папа и мама предупредили меня, что подарков у меня в этом году не будет, потому что я уже большая. Я, конечно, этому не поверила, но когда во время ужина мама подарила мне зубную щетку, я чуть-чуть не расплакалась. Хотя это было бы, наверное, очень глупо. Уже очень поздно меня послали спать. И вот я вбегаю в нашу комнату, и что же я вижу? Над моей постелью висит английский чулок, какой всегда дарят детям в сочельник в Англии. А на чулке праздничные надписи и от папы, и от мамы, и от Маши с Варей, и от всех-всех остальных. Например, папа, хитрец, написал мне, после дождя всегда бывает ясная погода. Будь воздержана и в радости, и в горе. Радуйся празднику, будь добра и послушна. Это мамина надпись. Все праздничные надписи мне так понравились, что я выучил их наизусть. Я, как ты и догадываешься, быстрее бросилась к чулку и стала вынимать подарки. Здесь были ботинки для куклы, перламутровая колясочка с яичком, коробочка, сделанная под золото, с 95 копейками, и еще одна коробочка с зелеными перьями. Варя подарила мне очень нарядную тетрадку с пьесой для моего кукольного театра. Называется «Заколдованная башня». Леля – коробочку с закладками Маша картонных кукол, а Коли Шишков – серебряный пятак, на котором сам же и нацарапал Кати от Коли 24 декабря 1876 года. Мороз затуманил широкие окна. В узор перевиты цветы и волокна. Дохни в уголок горячо, осторожно. В отталом стекле увидать тогда можно, какой нынче праздник земле уготован. Как светил наш сад, в серебро весь закован, как там, в небесах, и багряно, и ало. Морозное солнце над крышами стало. Я напомню, что у нас с вами на дворе декабрь 1876 года. Самара только что отпраздновала Рождество и готовится ко встрече нового 1877-го. Уже подарены первые рождественские подарки, прозвучали первые новогодние поздравления, но впереди еще очень много радости и удовольствия. Обо всем об этом и рассказала в письме к сестре графине Толстой юная Катюша Тургенева, письмо которой мы сегодня читаем. Каждый день у нас было какое-нибудь развлечение. То костюмированный вечер, то спектакль, а то мы ездили на тройках в Рождественно и на Самарку. В Рождественно мы ездили на одних санях, в которые уселось 12 человек. Мы, девочки, сидели на сиденьях, а кавалеров отправили вглубь саней, и они служили грелками возле наших ног. Перед поездкой в Рождественно мы запаслись орехами, конфетами, пряниками и так далее. А когда ехали по Волге, то так хохотали и веселились, что даже не заметили, как в нас въехал воз с дровами, отчего у Маши, которая сидела сбоку саней, даже был небольшой синяк. Но теперь, к счастью, уже все прошло. Да, еще я подморозила щеки. Правда, сама не понимаю, как это могло произойти. А когда мы въезжали в город, на одном из поворотов из саней вывалился Арапов, который при этом растопырил руки и ухватился зубами за сугроб, как он сам после уверял, для того, чтобы удержаться. Во всех наших катаниях не участвовала одна только Маша Ассаргина, потому что Варвара Сергеевна ужасалась при одной только мысли о том, что мы, такие благоразумные, как она говорит, девицы, щелкали на морозе орехи, пели едва ли не до хрипоты, а при въезде в город чуть было не угодили в прорубь. 2 января сестры с друзьями ездили к Ассаргиным, Алабиным и Рихтер. Меня мама с ними отпускать не хотела, но я все-таки поехала, наряженная татаркой и в маске. Дети долго не узнавали меня до тех пор, пока я не сняла маску. Так продолжил свой рассказ о праздновании нового 1877 года Катя Тургенева, описавшая новогодние веселья в письме к сестре. Кстати, писала она это письмо в доме, который находился на месте, известного сегодня каждому самарцу, дома купцов Курлиных. Именно здесь жил отец Кати Тургеневой, Леонтий Борисович Тургенев, со своей семьей. А позже на месте его дома и был построен дом Курлиных, в котором мы сейчас находимся. Так что, если не все в этом мире исчезает навеки, значит, ты, автор нашего письма, где-то сейчас здесь, рядом с нами. Маня Алабина и Оля Донская тоже нарядились, рассказывает дальше в своем письме Катя Тургенева. И Маня была кларет из дочери мадам Анго. Потом приехали все остальные маски. Но танцевали они у Алабинах недолго, потому что спешили в другие дома. А когда они уехали, мы стали представлять живые картины. И это было очень весело и интересно. Все картины представляли сказку братьев Гримм «Царевна у семи гномов». В первой картине Маня изображала царевну. Она сидела перед зеркалом, а ее кувернантка, которая была колдуньей, чесала ей волосы ядовитым гребнем. При этом лицо у Мани было таким загадочным и красивым, что мы все ею просто залюбовались. А вот во второй картине Маня лежала на полу, как будто мертвая. А мы, пять карликов, стояли возле нее. У всех у нас были большие колпаки, сделанные из газетной бумаги, белые бороды из ваты. А в руках мы держали огарки свечей вместо факелов. На следующий день, третьего, мы были у Пазерн, и там играли недоросля. Причем играли очень недурно. А после спектакля мы пели, танцевали и веселились. Это, правда, было очень здорово. У меня был прихорошенький костюм малой россиянки. Не обошлось, правда, и без огорчений. Я сильно ушибла ногу, так что едва двигалась. Как на бульварах весело средь снега белого, как тонко в небе кружево заиндивелое, в сугробах первых улица светло затихшая и церковь с колоколинкой в снегу поникшая, как четко слово каждое. Прохожий косится, и смех нежданно-радостный светло разносится. Иду по знакомой улице. В садах от ине пышней и толще кажутся деревья синие, а в небе солнце белое едва туманится. И белый день так празднично, так долго тянется. Наконец пришло долгожданное 4 января. Детский вечер с базаром в благородном собрании. Мне переделали Лёлина платье. Белое, кисейное, с голубыми лентами. На плечах у меня были банты, а на ногах атласные голубые туфли. Саша, ты даже не представляешь, как хороша была твоя младшая сестра. Мы приехали, когда уже почти началась первая кадриль, поэтому я не танцевала ее. Зато во всех других танцах я участвовала. Лучше всех танцевали две маленькие девочки, одной из которых было три, а другой четыре годика. Во время одного из танцев гадкий гимназист уронил одну из этих девочек. Но она не заплакала, а встала и снова пошла танцевать. На базаре продавалось очень много хорошеньких вещиц, но у меня было только 40 копеек, и я не могла ничего из них купить. Потом, увидав мое огорчение, мадам Алабина сказала мне, что вот этот флакончик стоит ровно столько денег, сколько у меня было. Но я ей не поверила и ничего не взяла, потому что не хотела принимать подарков от посторонних людей. Наконец приехал папа, и мы накупили много-много всего разного. И теперь я посылаю подарки, Саша, твоим деткам. Да, еще я забыла тебе рассказать, что на балу был молодой Алабин, сербский герой со значком на груди и в длиннополом сюртуке. Он несколько раз ущипнул меня за плечо, а вот других его достоинств я рассмотреть не успела. Целую тебя и остаюсь любящая тебя сестра Катя. Скрипнет снег в морозной дали, Тихий крадущийся свет. Чьи-то санки пробежали. Ваше имя? Смех в ответ. А с вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин.